Двухуровневая развязка по три полосы для движения в каждом направлении, выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожки и парковки. Но так Московское шоссе будет выглядеть лишь к концу следующего года, когда завершится масштабная реконструкция. А пока автомобили неспешно плетутся по узкому участку. Особенно долго время тянется в общественном транспорте. Жители Красноглинского района жалуются, в час пик в пробке можно провести минут 40. При том, что пассажиропоток на этом направлении 700 тысяч человек в месяц. Вопрос обсуждали на оперативном совещании в мэрии. Много достаточно жалоб, обращений на той неделе было. Каким образом вы эту ситуацию разрешили или планируется разрешить? Мы рассматривали эту ситуацию, как можно сделать. То есть, если там пустить, например, в объезд транспорт, то по времени это выходит столько же. По сравнению с первыми, например, днями, когда было ввезено это ограничение, сейчас там транспортная ситуация получше, то есть транспорт ходит быстрее, хотя задержки все-таки есть. Как ускорить решение транспортного вопроса, глава Самары выяснял уже на месте, на выездном совещании с представителями областного министерства транспорта и сотрудниками ГИБДД. Один из вариантов – одну полосу полностью отдать общественному транспорту. Нами предложено несколько вариантов решения. Первое. Будут выделены реверсивные полосы, которые в часы пик будут работать отдельно для общественного транспорта в вечернее время из города, в утреннее время в город. До 15 марта будет разработан алгоритм, связанный с доставкой людей с Красной Глинки до центра города электричками и речным транспортом. Если такая возможность подтвердится, в апреле обследуют акваторию и запустят речной транспорт от пристани рядом с крутыми ключами. Еще одно предложение – грузовой транзитный транспорт пустить в объезд через улицы Аврора, промышленности и заводское шоссе. Активизироваться придется и подрядчикам. Если строители с графиком справляются на отлично, то подрядная организация, которая прокладывает высоковольтные сети, пока тормозит работу. До конца недели предстоит решить и этот вопрос. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.